Кто-то может говорить, Леша, ты не работаешь, телеканал Звезду никто не смотрит, но посмотрите, за моей спиной автобус ОАО ММК, он привез сюда сегодня в обыкновенную субботу людей, представляете, да? Никто не смотрит телеканал Звезда, никто не смотрит, да и не смотрите его, вот, потому что мы вам первым делом показываем то, что мы вам показываем, а что мы вам показываем, мы вам показываем замечательный лимонарий. Я не буду демонстрировать тех людей, которые там, потому что все реально понимают, где вам дается здоровье, а здоровье дается именно здесь, на Ровчатске лимонарий, от города буквально 10 минут езды. Ну и чтобы понятно-то было, вот вам те машины, которые сюда приезжают, и мы были бы готовы бы себя обвинять, но такого-то и нет, мы работаем вместе с лимонарием. К сожалению, я пока не понял тех, у кого интернета нет, но понять-то надо о том, что я вам могу говорить не по телевизору, но и вы должны это знать. Но да ладно, это ваше право. В остальном, и мы вам это демонстрируем, широкий охват в средстве массовой информации. И вот вам клиенты, и не только. Да, люди понимают результат, что проще проехать 10 минут от города, получить удовольствие, взять натуральный лимон и почувствовать аромат тропиков. Кстати, мы не говорим о выходных, в любое время сюда приезжайте, и вот вам и результат. Здесь все цветет и пышет, и это тропики у вас под боком. За моей спиной находится голубая агава, и вы поймете, что здесь произрастает. А здесь произрастает более 400 видов растений, которые не могут у нас здесь жить. Понимаете, да? Как это классно получается. Приходите, наслаждаетесь, получаете свой собственный аромат. Так вот, из голубой агавы делают замечательный напиток. Вот, вы этот напиток, если вырастите, сможете вкусить, но потом уже этот напиток вы закусываете замечательным лимончиком. Вообще-то надо понять, что не только лимонами здесь занимаются. Кстати, о птичках. Вы пройдите по аллеям и посмотрите на то, из чего все растет. Пройдите и посмотрите. И честно, не в каждом экопарке я видел такое многое количество на такой маленькой территории. Но чтобы столько, и не по основной аллее надо пройтись. Основная аллея это круто, но другие места тоже хороши. И пофоткаться здесь можно. Причем вы можете сфотографироваться и на свадебку. И время в ресторане местном провести. Есть здесь и такое. И понять-то надо, что круче места, чем здесь вам днем с огнем не найти. Посидели час-два, а может и несколько. Погуляли по тропикам и удовольствие. И вообще-то надо понять, что если бы не Наровчатский лимонарий, части нашей нормальной жизни было бы меньше. Ну а так купаемся в бассейнах, их у нас много и дышим тропиками. Благо такое есть. Меня Максим попросил, говорит, давай все-таки немножко, раз ты начал говорить о финансах и политике, поговори про Лимон Бразерс. Был такой банк в Америке, миллионы выращивал и сдулся он. Представляете, вот надо было ему сюда приехать, в Наровчатский лимонарий, потому что здесь вы не миллионы выращиваете, у вас лимоны растут. И вот они за моей спиной. Вот кроме всего прочего, видите, в чем я нахожусь? Да, я нахожусь в турецкой футболке. В Турции я был раз 30, наверное. Последний раз был классненький. Ну ладно. Ну так вот, что касаемо Турции. Где я был, и было естественно с сыном, по одной простой причине. Мне приходилось кое-что делать, кое с чем. Не буду про это ничего говорить, потом вы все это дело посмотрите на ютюбе, так выбивайте фамилию Челейкин и поймете. Так вот, я просто-просто начал пересчитывать. Говорю, вот сыночек мой также заразился герпесом, когда он купался в Турции. Представляете, да? Упал, искупался и герпес во рту. Вот. Если вы не сильно хотите никуда ехать, да? Вот. И хотите просто купаться. Сейчас объясню. Купание в Магнитогорске, вот, стоит всего 200 рублей. Это в ровесник походим. Итого, если пересчитать на 10 дней, то сумма получается 1000 рублей. Ну, не 1000 рублей, 2000 рублей, простите. 2000 рублей купания. Каждый бурый день вы плаваете. Вот. Что касаемо того места, где мы находимся. Я вам серьезно расскажу, что Турция имеет побережье, как бы его назвать, субтропическое. Оно небольшое, всего примерно километров 50 вдоль Средиземного моря. Все остальное там не тропики, уж поверьте мне. Я просто съездил и посмотрел. Вот. Если у вас возникают особенно какие-то проблемы. Во-первых, ехать-то никуда и не надо. Потому что сюда проезжаете 10 километров от города, спалите, ну, максимум литр бензина. Здесь проведете час, может быть, два. Получите аромат. Ох, как мне это нравится. Вот. Все остальное. И как купаться. Да купайтесь вы где угодно. То есть у нас есть аквапарк, у нас есть замечательные два бассейна. Также приходите и спокойно купайтесь. То есть цена вопроса будет еще и дешевле. Причем купаться в бассейне можно круглый год. Так же, как сюда приезжать. Вот. Теперь про лимоны. И теперь уже вам необходимо будет переключиться на телеканал YouTube. Потому что лимоны это очень, очень вкусная штука. И благодаря нашему творчеству сюда приезжают люди и покупают. Потому что, ну, понятно, да, вы видели? Девушка приходит с огромным ведром лимонов, она сразу разбирается. Потому что люди начинают понимать, что такое сорт юбилейный. Так вот, сорт юбилейный, как я вам в прошлом все время рассказывал, это две комбинации из лимонов, которые произрастают здесь же. И вот такая штука получается. Шикарнейший. Вот. Теперь, что касаемо, как используя лимон и лечиться. Вот. Дело-то в чем заключается? У меня была химия. Химию я пропил. Первая химия, которую я пил без роты, вызвала у меня подход и общение с ихтиандром. Знаете, что такое? Ихтиандр. Я тебя сейчас буду кормить. 25 раз. Да, он помнит это дело. После этого, естественно, я ел противорвотные средства. И так я ел все это дело в течение года. Вот. Самая дешевая химия у нас продается не в Турции, в Турции она дорогая. Самая дешевая химия у нас продается в Китае и в Индии. Ну, в смысле, в Китае она производится, а в Индии она продается. Там просто я не имею никаких проблем. К слову о том, что если вы попали в те 65%, которые вылетят и заболеют онкологией. Поверьте мне, все лечится, только надо лечиться непонятно, что не у нас. Потому что даже если вам тут воткнули какие-то там космические цены, поверьте мне, космических цен нет, надо точно знать английский язык. Либо берете вот, что вам внедряют, ну, химия там или все остальное, вот, смотрите все это дело и делается. Что касаемо Китая и Индии, вот, ну, Китай это вообще коммунистическая страна, Индия это практически коммунистическая страна. То есть я в Индии также проходил обследование, ни копейки за это дело не заплатил, зашел в обыкновенное место, где очень-очень много народу, все. Посмотрели меня, сказали, что продолжительность жизни не будет сильно большая. Я сказал, ну, ребятки, это хорошо, вот, вот, но тем не менее я говорю, а если, допустим, нетрадиционная медицина? Они мне так сказали, оба-на, а ты, говорит, с мозгами человек. Так что есть возможность и продолжать лечение просто. Что такое нетрадиционная медицина? Традиционная медицина вам не расскажет, что такое плод лимона. Плод лимона дает вам эффективности в 100 раз больше, чем любая химиотерапия. Поэтому, даже если что-то с вами случилось, даже если у вас повышенная кислотность, вы уж поверьте мне, лучше потерпеть повышенную кислотность, чем просто сдохнуть от рака. Понятно, правильно? Вот, все остальное. Во всем остальном также берете лимончик, вот так его режете. Конечно, это жесть. И не каждому это дано. Ау! Я специально сегодня ничего не кушал. Удаляете семечки, приезжаете в Наровщадский лимонарий, берете его здесь. Ну, я не понимаю, и, конечно, не каждый день вы сюда можете ездить, но хотя бы раз в месяц приезжайте, в неделю приезжайте, возьмите себе 4 лимончика. Вот. И спокойненько все это дело кушайте, так как делаю это я. Вот так вот я беру каждый божий день лимончик. Конечно, глаза у меня там ближневосточными, дальневосточные они у меня сейчас. Вот, потому что, извините, возраст определенный. И вот так я потихонечку это дело кушаю. Причем ем с цедрой. Не будем надеяться. Благодаря лимонарию, которая располагается в 10 километрах от города, мы будем жить гораздо дольше, чем это нам говорят. Да, мне говорили, как это можно съесть. Вы хотели бы увидеть? Да, ну, пожалуйста. Если бы вы видели химию, которую мне пришлось съесть без противорвотных средств, вы бы подумали, да нахрен такая нужна. 25 раз я блевал. Круто было. Вообще, понять-то надо, без противорвотных средств ваша химия это еще та проблемка. И честно, не каждый сможет это съесть. То, что вам показывают по ТВ, это не то, чем вы будете дышать. Уж вы-то мне, поверьте. Там рвоты, это пипец какой-то. Здесь 5 минут сногсшибательной сказки, и вы кушаете. Кушаете, а не блюете. Ну, конечно, все неплохо. Но надо потерпеть. Юж, я точно знаю, что после того, как я съем лимон, мне будет гораздо веселее, чем после той самой химии. поверьте мне. Ни рвоты, ничего. У меня не будет. Да будет только большое желание еще покушать. Уж поверьте мне. Надо крепиться. Но поверьте мне, так стоит делать. Вот так-то. Вы здесь дышите без проблем. Потому как все проблемы с нашим воздухом, и это не здесь. Здесь абсолютно другой климат. Потому что это теплицы. А в теплицах растут совершенно другие растения. Вы просто зайдите сюда, и после посещения купите лимон. И ровно через неделю вы поймете, что без лимонария вам не обойтись. Это я, крутой такой, ем их много. Но почувствовав аромат сорта юбилейный, вы на 100% вернетесь сюда. Надо просто это понимать, что рай для вас возможен. И место такое есть. Наровчатский лимонарий. И вот вам надо понимать, что такое телевидение. И телевидение вам показывает, как надо работать. Как работает замечательный лимонарий. Дело в чем заключается? Я всю жизнь говорю. Что такое слово кризис? Кризиса, по сути, у нас и нет. Кризиса у вас в головах. Понимаете? Вот здесь кризиса нет. Они обратились ко мне, я это мы ими делаю. И понять-то надо, что даже рядышком с Магнитогорском, в замечательном поселке Агаповка, ну вот мы в Наровчатке, буквально от Агаповки три минуты езды. Все нормально работает. Я реально смотрю, что и город строится, и вообще, ребят, вы о чем говорите? Нету кризиса. Ну цены выросли, так надо привыкнуть к этим ценам и продолжать жить дальше.